Смотрите, приведу вам сейчас пример. Давайте сначала покажу табличку, а потом вернусь, каким образом, в принципе, выглядит описание компетенции. Вот это компетенция. Сейчас. Менеджер по подготовке и повышению квалификации персонала. Посмотрите, пожалуйста, табличку. Есть перечень самих компетенций. Все здесь включено. И знания, и навыки, и профессиональные личностные качества, и soft skills навыки. И есть уровень важности и уровень, соответственно, владения. Сейчас прям буквально дам несколько секунд, чтобы вы эту табличку посмотрели. Вот потом это все можете еще раз посмотреть, она у вас останется. И давайте проговорю про уровень важности и уровень владения. Уровень важности – это насколько внутри должности эта компетенция важна. Итак, коды важности. Сверхважно. Необходимы условия для выполнения эффективного выполнения работы. Важно. Существенные условия эффективного выполнения работы. Дополнительно усиливает эффективность выполнения работы. Это, например, есть в организациях. Есть компетенция владения английским языком, если они, соответственно, западная компания. Но для ряда должностей они вообще в принципе не общаются с иностранными партнерами, но все равно с них требует английский язык. Но это по коду важности для этих должностей будет как дополнительно. И М оказывает мало влияния на выполнение работы. Это коды важности. А теперь коды уровня владения навыками. Есть уровень эксперта, когда знанием, навыком и качеством человек должен владеть просто идеально. Что значит идеально? Он полностью самостоятельно это может делать. Без наставника, без контроля, без всего. То есть это действительно уровень уже эксперта. Он не только это может делать, но этому может обучать. Рабочий уровень. Умение применять данный навык постоянно при минимальном контроле и его отсутствии. То есть это в стандартных процессах. Концептуальный уровень. Умение применять навыков в условиях четко установленных процедур и политик. И базовый уровень. Понимание того, как применять данный навык, если он требуется для выполнения работы. То есть только понимание. Например, есть в компьютере программа PowerPoint. Этот человек не делает никаких презентаций, но ему могут включить проект подготовки этой презентации. Вот он должен просто знать, то есть обладать знаниями, как, каким образом это делать. Теперь смотрите. Часто путают и говорят, что если мы указываем коды важности, соответственно, это равно тому, что уровень владения навыком должен быть высокий. Это не совсем так. Берем самую простейшую должность. Это секретарь на рецепшен. Берем такой навык, как коммуникативные навыки. Коммуникативные навыки для секретаря на рецепшен важны, сверхважны. Но в силу того, если мы с вами определили, а внутри разработки компетенции определение это очень важно. И определение должно быть именно ваше, а не взятое откуда-то там из Википедии или что-то еще. Если мы определили коммуникативные навыки, как умение взаимодействовать с различными людьми плюс влияние, то секретарю на рецепшен влияние не нужно. Поэтому у нее будет код важности коммуникативных навыков С, сверхважно. А вот код владения, скорее всего, концептуальный уровень. Ей достаточно на уровне простого взаимодействия, ведения диалогов. Никакие переговоры не нужны, если у нас включатся в эти коммуникативные навыки переговоры. Поэтому все-таки различайте, это не одно и то же. Код важности, насколько важно для данной должности владение этим навыком. Код уровня владения, на каком уровне должен владеть сотрудник вот этим навыком. И все это размещается. Вот я люблю такой формат. Вы этот формат можете включить в справочник по компетенциям, вы этот формат можете включить в должностные инструкции в конце. Здесь, как хотите, вы можете сделать этот формат и назвать профессиограммой, и отдельно для каждой должности сделать. Здесь уже абсолютно не принципиально. Почему? Потому что все эти форматы, это ваши внутренние документы. Нет единого документа, который требует государство, государственные органы для того, чтобы вы описали компетенции. Абсолютно нет. Поэтому все внутренние документы, как хотите, так и оформляйте. Главное, чтобы было понимание и прозрачность того, что вы прописали для тех сотрудников, которые будут этим пользоваться. Вот и все. Спасибо.